Картина с загадкой, за которой на аукционах отдали миллионы. Картина с загадкой, за которой на аукционах отдали миллионы восемь часов ровно 27 мая 2020 года. Знак авторского права. EP Photo slash Kirstie Wigglesworth. Леонардо да Винчи, спаситель мира на аукционе. Christie's. В Лондоне, 24 октября 2017 года. Знак авторского права. EP Photo slash Kirstie Wigglesworth. Москва, 27 мая РИА Новости, Ольга Распопова. Вчера в онлайне открылись русские торги. Sotheby's. 1 июля начнется аналогичный аукциону. Christie's. Не отстает и. Phillips. Запланировавший крупные продажи произведений современного искусства на июнь. И все же на экране редко кипят такие же страсти, как в зале, где едва заметное движение брови может означать повышение ставки на миллион. О больших удачах аукционных домов в оффлайне, громких, порой спорных продажах в материале РИА Новости. Спаситель мира Леонардо де Винчи, 450 миллионов долларов в истории самого дорогого произведения искусства в мире тайн хватает. Хотя некоторые эксперты сомневаются в том, что это действительно Леонардо, в ноябре 2017 года картина ушла с молотка почти за полмиллиарда долларов. Причем разгонялся спаситель со скромных 45 фунтов именно за такую сумму работу, приписанную подражателю великого итальянца, купили на аукционе в Великобритании в 1958 году. В 2005-м картина дождалась своего звездного часа, в Лондонской национальной галереи ее выставляли уже как шедевр Леонардо. Позже произведение якобы за 127,5 миллиона долларов приобрел коллекционер Дмитрий Рыболовлев. Знак авторского права. Epiphoto slash Julie Jacobson. Продажа картины Леонардо де Винчи «Спаситель мира» на аукционе. Christie's. В Нью-Йорке. 15 ноября 2017 года имя последнего владельца аукционный дом скрывает, но им, скорее всего, стал саудовский наследный принц, который не расстается со спасителем даже во время путешествий на яхте. Для масштабной выставки в парижском Луврик 500-летию смерти гениального мастера картину не одолжили, что снова вызвало недовольство, ведь если это и правда Леонардо де Винчи, зачем его прятать? Три наброска к портрету Люсиена Фрейда Фрэйда Фрэнсиса Бэкона на триптихе Бэкона изображен его друг Люсьен Фрейд, внук знаменитого психоаналитика. Художники были очень близки, пропадали в лондонских пабах и кафе и даже вместе выставлялись на венецианской биеннале, а потом разругались. Портрет создан с фотографий Бэкон принципиально не писал с натуры в Королевском колледже искусств. В середине 1970-х три части работы приобрели разные покупатели. Полотна разъехались в Рим, Париж и Японию. Такая разлука очень расстроила Бэкона, впрочем спустя несколько лет картинам удалось воссоединиться. В 2013 году триптих продали на Кристис. За рекордную для открытых аукционов сумму 142,4 миллиона долларов. Из шестиминутной битвы победительницей вышла американка Элейн Уинн, совладелица сети казино. Номер 5, 1948 Джексона Поллока, 140 миллионов долларов, знак авторского права Джексон Поллок, 1948, Джексон Поллок номер 5, 1948, работу абстрактного экспрессиониста Джексона Поллока в 2006 году у аукционного дома. В частном порядке приобрел мексиканский миллиардер Дэвид Мартинес и долгое время она считалась самой дорогой картиной в мире, уступив этот титул лишь в 2011 игрокам в карты Полли Сезанна. Прежним владельцем масштабного полотна, квадратный метр которого, если подсчитать, стоит более 47 миллионов долларов, был один из основателей кинокомпании. А первым художник и торговец произведениями искусства Алонсо Ассарио, вопреки протестам своего делового партнера, покрутившего пальцем у виска, он отдал за картину полторы тысячи долларов. При транспортировке полотно повредили. Автор предложил Ассарио его восстановить, но в результате полностью переписал, надеясь, что владелец не заметит подлога. Так и случилось, ведь композиции Полока предельно абстрактны, он обходился без традиционного мольберта и эскизов не делал, практикуя живопиздействие. Художник расстилал на полу лист фиброкартона и совершал вокруг него что-то вроде ритуального танца, капая вязкими красками с кистей и шприцев, за что получил прозвище Джек-разбрызгиватель. Знак авторского права РИА Новости – Марина Губина Казимир Малевич. Супрематическая композиция в итоге часть собрания из Германии тайком в Америку вывез куратор Нью-Йоркского музея современного искусства, спрятав в зонтике. Супрематическая композиция хранилась у Херинга, после его смерти досталась Амстердамскому стедели к музею, у которого в 2000-х картину отсудили наследники Малевича. Вскоре они выставили ее на аукцион, выручив 60 миллионов. В свою очередь, два года назад тот неизвестный покупатель решил перепродать картину уже почти за 86 миллионов. Портрет доктора Гоши Винсента Ван Гога – 82,5 миллиона долларов, как и многие работы Ван Гога, это существует в нескольких вариантах, в данном случае их два, и второй, на фото, находится в Парижском музее Арси. А первый, который унаследовала сестра художника, попал в коллекцию Штеделевского музея во Франкфурте на Майне. Оттуда его исключили нацисты, посчитав дегенеративным искусством. И якобы сам Герман Геринг перепродал холст частному арт-дилеру. Знак авторского права. Поблик домейн. Портрет доктора Гоши Кисти Ван Гога в 1990 году за рекордную для тех лет сумму 82,5 миллиона долларов доктора приобрел с 74-летней магнат Рео Исайто, тогда самый богатый японец в мире. А затем заявил, что завещал кремировать картину вместе с ним. Разразился скандал, и эксцентричный миллионер был вынужден отказаться от своей затеи. В 1996 году, после смерти Сайто, портрет вроде был продали Международному инвестиционному фонду, но дальнейшая его судьба неизвестна. Говорят, что желание бизнесмена, которого при жизни за сложный характер называли диким, все-таки исполнили. Есть и еще более интригующая теория, доктор Гоши был не только лечащим врачом Ван Гога, но и талантливым художником, и возможно, это и вовсе автопортрет. Портрет Ангеле Фернандеса до Сато Пабло Пикассо 51,9 миллиона долларов Знак авторского права Аукционный дом Портрет Ангеле Фернандеса до Сато Пабло Пикассо Знак авторского права Аукционный дом Портрет Ангеле Фернандеса до Сато Пабло Пикассо картину из коллекции британского композитора Эндрю Ллойда Уэбера в 2006 году отозвали за три дня до начала. Из-за иска наследника бывшего владельца. Он утверждал, что нацисты вынудили его дядю продать портрет в 1934-м, претензии посчитали необоснованными, но от участия в аукционе пришлось отказаться, хотя картину успели повозить по закрытым сматринам, она была и в Москве. Через 4 года работа все-таки оказалась на торгах, где ушла почти за 52 миллиона долларов, не достигнув верхней границы эстимейта, хотя на рекорд-то очень рассчитывали. Любитель абсента, как еще называют портрет, относится к голубому периоду художника. С Анхелем де Сато Пикассо познакомился в 1899 году в кафе «Четыре кота» в центре притяжения парижской богемы. Неразлучные друзья даже делили пару перчаток на двоих, надевая по одной на руку. Анхель погиб на гражданской войне в Испании. Девочка с шаром Бэнкси – 1,4 миллиона долларов. Знак авторского права фото Сотобейс Работа художника Бэнкси «Девочка с шаром» во время самоуничтожения на аукционе. Сотобейс В Лондоне это далеко не самая дорогая картина, купленная на открытых торгах, однако ее продажи в 2018 году произвела сенсацию. С последним ударом молотка раздался звук встроенного в раму Шредера, и произведение эффектно самоуничтожилось. Посмотреть эту публикацию Инстаграм Публикация от Банкси, Собака Банкси, 6 октября 2018 года в 10 часов 0,9 минут Загадочный граффити художник, оберегающий анонимность, якобы присутствовал в зале и лично наблюдал за происходящим. Еще больший восторг публики вызвало заявление покупательницы, решившей в итоге все равно заплатить почти 1,5 миллиона долларов за работу, которая в измельченном виде была переименована художником в любовь в мусорной корзине. Поспешили заверить, что для них устроенное на торгах шоу тоже стало полной неожиданностью. 24 апреля, 0800 культура на что живут художники после закрытия галерей и арт-магазинов.